всем привет когда постоянный клиент обратился ко мне с просьбой заменить кухонный гарнитур который прослужил сначала ему а потом его матушке более 20 лет я поначалу браться за дело не захотел качестве консультанта предложил помочь и клиенту и проконтролировать установку но приехав и осмотрев гарнитур мы вместе с клиентом пришли к выводу что гарнитур еще в очень неплохом виде а шкафы и тумбы имеют состояние практически новых и по сути гарнитуру требуется только в первую очередь замена фасадов а во вторую замена фартука и столешницы после принятия такого решения я согласился провести необходимые работы мне захотелось весь процесс описать и заснять до мелочей потому что я посчитал необходимым показать хозяевам и хозяйкам как можно облагородить кухонный гарнитур вложив в эту процедуру относительно небольшую сумму и так для начала мы решили заменить только фасад а замену столешницы отложить на следующий год чтобы успеть до нового года обсудить мы с клиентами его матушкой все насущные вопросы и решили что хорошо делали однако в нулевые годы так вот фасады было решено сделать из ламинированной дсп 16 миллиметровой и окромить ее двухмиллиметровой пвх кромкой просто дешево и надежно я снял все необходимые размеры оставил их клиенту а он дальше сам занимался поиском исполнителя проходит несколько дней и возмущенный клиент звонит и выражаясь пятиэтажным матом рассказывать такую историю обзвонив несколько контор и облазив интернет выяснил что нужные мне цвета в наличии есть только в одной конторе позвонил туда пообщался и мне предложили по скинуть размеры что я и сделал проходит три дня и мне на почту поступает такая информация а к этому сообщению вот такие чертежи то есть для того чтобы сделать пару деталей бери целый лист и забирай обрезь это как спрашивает он вот такая история разумеется клиент отказался от подобного роскошного как он выразился предложение и уже я взяв на себя решение заказал в другом месте но оцените каков подход однако ничего плохого сказать про такой вариант я не могу потому что коли он существует значит кто-то пользуется подобными предложениями согласитесь но однако необычно вот мне это напомнило магазин по продаже тканей представьте приходите вы в этот магазин хотите купить 5 метров ну к примеру на пальто а вам говорят мы продаем только рулонами используйте пожалуйста свои пять метров а обрез метров так 20 или 30 забирайте она нам не нужна используйте как вам угодно забавно не находите в итоге выбор пал на работаем вот с этим производителем для того чтобы заказать распил лдсп нажимаем вот сюда есть такой раздел распил лдсп на детали выбираем прямоугольные детали открываем конструктор попадаем на такую страницу здесь мы выбираем цвет интересующий нас ламинированной дсп вот цвета цветовая гамма выбираем необходимую нам толщину выбираем необходимого производителя виды декоров мы выбираем древесные ну давайте к примеру возьмем орех изменим ширину допустим сделаем ее 550 изменим высоту сделаем к примеру 710 после того как мы размеры задали указываем нужна ли нам кромка нам она нужна выбираем толщину кромки из двух вариантов 0 4 миллиметра и 2 миллиметра выбираем 2 миллиметра выбираем кромку орех применить ко всем сторонам рекомендация самого производителя нажимаем в этом углу у нас появляется информация что кромка располагается на левой правой верхней нижней сторонах то есть полностью в круговую у нас окромлено теперь смотрим налево обращаем внимание на то что изображение у нас обусловлено как вид спереди мы можем поменять его на вид сзади но оставляем вид спереди так как мы это видим что мы можем здесь сделать то есть что нам позволяет сделать этот конструктор вертикальный паз горизонтальный паз мебельную петлю то есть установочное место для мебельной петли установочное место для стяжки минификса для стяжки полкодержателя для шкантов торцевых шкантов конфирматов 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 в торец евровинтов мебельных ручек отверстие под рейлинг и разметочное отверстие под саморез нас интересует в нашем случае только мебельная петля перетаскиваем указываем размер 100 миллиметров 100 нам нужно петлю снизу делаем ее снизу указываем размер 100 итак наша заготовка наши размеры две петли готовые изделия добавляем в корзину кстати вот указан ценник 609 рублей все наш товар в корзине вот таким вот образом все просто и чрезвычайно понятно поехали дальше наш заказ обошелся в 6810 рублей и еще 500 рублей попросили за доставку до адреса это за 13 кромленых деталей из ЛДСП перед оформлением заказа на сайте производителя мы с заказчицей посетили офис организации для того чтобы утвердить выбранные цвета что мы удачно и сделали вот такой у нас будет вот такой цвет и и вот такой вот это вот так и так четко в указанный при оформлении день и время заказчицы привезли заказанный материал при приемке материала я указал что товар не осмотрен и принят только по количеству мест без осмотра привезли нам товар вот в таком виде далее мне предстояло проверить все детали на соответствие размерам цветам качеству изготовления и естественно окромления к размерам цвету качества изготовления досок цвета диванширский дуб претензий нет посадочные места для петель сделаны четко согласно указанных размеров 100 мм плюс 2 мм кромка из ПВХ итого наш размер 102 мм что мы и видим качество укромления никаких претензий а вот к панелям в цвете вишня Оксфорд имеются вопросы по кромлению клей мы конечно уберем но все таки заказчицу было чертовски неприятно согласитесь ну безобразно и еще один косячок заключался в том что на одной из деталей посадочные для петель были сделаны не с заказанной нами стороны но в связи с нехваткой времени новый год на носу было решено оставить эту деталь для самостоятельной переделки вот таким образом относительно недорого всего за 6810 рублей был изготовлен новый фасад для кухонного гарнитура а как мы будем устанавливать фасад на место смотрите в следующих видео кстати первый ролик из этой серии уже вышел в нем мы выбирали петли для воскрешения нашего кухонного гарнитура чтобы не пропустить продолжение подписывайтесь на канал если видео пришлось вам по вкусу ставьте лайки задавайте вопросы и обменивайтесь мнениями в комментариях всего вам хорошего здоровья удачи и легких ремонтов